А чего не закрывается? Убираются в что-то? Надо. Ну, так надо провернуть. Давай. Закрылась? А вот нарезал. Да, да, сейчас. Тут кто-то выкинул кучу батареек, я обратила внимание. А еще интересно вообще, можно такую рекламу делать или нет, но здесь сравнение в трех основных супермаркетах голландских. Ну и, конечно, вот этот местный фомар, в смысле локальный, в котором я сейчас стою, в нем, конечно, все радикально дешевле. Ну, понятно, что они выбрали те товары, которые дешевле, но интересно, это считается честной рекламой или нет. С другой стороны, почему нет, это уже открытая информация, где сейчас сколько стоит. У меня есть 40 минут. Мне надо заехать к моей подруге и прострочить у нее пододеяльник Кири, все-таки подогнать нормально по размеру, потому что у нее одеяло одного размера, пододеяльник другого. Я там это одеяло как-то подворачивала. Короче, надо добить все-таки эту тему. И пока зашла вот тут в магазин, пока жду, когда моя подруга Зарина освободится, чтобы помочь мне со своей машинкой швейной. Я пока вам похожу, посмотрю. Это магазин Ксенос. У нее, в принципе, я не могу сказать, что высокие цены, но скорее такое все немножко ширпотреб. Но если хочется чего-то такого трендового и заотносительно недорого, тут много всякого такого интересного. Я очень редко тут что-то покупаю, но часто захожу посмотреть, поштырить, чего вообще дают. Очень много всяких стеклянных подсвечников. Много цветного стекла. Мы вот такие вот свечки покупаем без упаковки и серые. Мне хорошо к нашей кухне подходят. Но у нас за год, дай бог, пара таких свечек уходит. То есть мы вот эти высокие включаем, зажигаем. Больше так как-то по праздникам, данный Новый год, что-то в таком духе. О, прикольная посуда. Не знаю, насколько она хорошо отмывается. Можно ли ее мыть в посудомойке. Выглядит, по крайней мере, интересно, необычно. По 6-5,5 за штучку. Я как-то уже высказывалась на эту тему. Вот вроде многоразовые пакетики для чая. Как будто бы нормальная тема. Но я представлю, как их мыть, стирать. И, в общем, нет. Скорее, что-нибудь металлическое, что держит форму, из чего как-то можно вымыть эти чайники. Ну, вот такое всякое я, честно говоря, вообще не люблю. Ну, то есть декор ради декора. Какие-то вещи. Свечи. В принципе, хоть как-то функционируют. И то я в последнее время стала сильно меньше всего этого покупать. Раньше у меня всегда свечи были, в том числе про запас. Сейчас вот то, что в использовании, то используется. А какие-то дополнительные не покупаю. Они все равно у нас медленно очень уходят. Нет смысла их хранить. Редактор субтитров А.Семкин Я в какой-то момент загорелась мыслью купить вот такой вот коврик для ванной. Стоит 19 евро. Я знаю, где дороже есть и дешевле. Но в итоге подумала, что, наверное, когда выходишь из душа, хочется, чтобы все-таки вода впитывалась, а не просто выходить на красивый деревянный коврик. У нас много всякого бамбукового в ванной. В принципе, смотрелось бы офигенно. Но, наверное, не то, что даже непрактично, просто очень приятно выходить на такое дерево, а не на впитывающий коврик. Так, это немножко всякого, видимо, для переделок. Ручки есть симпатичные. Так, ручки по... Ну, в среднем по 3 евро за штучку. Есть подешевле, подороже. Вот такие, наверное, мне не очень нравятся. А вот эти гораздо интересней. Мне вроде, кажется, никуда не надо. У меня есть комод, в котором прям куча-куча-куча ручек такой, типа аптекарский. Он, кстати, из этого магазина, из Ксеноса же. Не знаю, сейчас есть оно в наличии или нету, но я через интернет заказала. Вот. У них, в принципе, такая мебель. Не то, чтобы неубиваемая, но у нас, в общем, не особо используется. Там половина ящиков у нас пустая, но у нас не такой. Другой. Тоже стоил там в районе 200-250 евро. Что-то сейчас его не вижу. Ну, короче, ведь не об этом речь о ручках. И, в общем, я даже не могу придумать. Вроде идея-то хорошая, но мне не надо. Тумбочка классная. Мне нравится. Но, опять же, это надо, чтобы не была потребность. Интересные столики прикроватные. 25 евро всего стоит. Ну, а это что-то новенькое, кстати. Не видела еще ничего в таком стиле. Устрою приближение нового тренда. Вот эта вот мебель всякая из такого черного металлопрофиля. Она нам подходит по стилю. Ну, наверное, вот не с рифленым стеклом, а все-таки с каким-то деревом. Но, с другой стороны, уходить полностью в такой стиль я тоже не готова. Ну, вот из круглых мне... Из круглого профиля мне меньше нравится, чем из квадратного, прямоугольного, в общем, с прямыми углами. Тоже симпатичная у нас такая есть. Но она, правда, с синтетической щетиной. А вот эта вот натуральная ковровая дывалка. Никогда не видела тут, чтобы кто-то выбивал ковры, но если продается, значит, наверное, кто-то покупает. Еще, кстати, стол есть. Вот такой, с раздвигающимися ящичками. Стол 100 евро стоит. Вот по такому типу нам надо сделать тумбочки из наших собачьих домиков. Старых. Как тут, интересно, крепление сделано. Лежит на чем-то. Ну да, там приварены такие штучки и на них закреплена деревяшка. Как вы думаете, сколько такой комод стоит? Я уже посмотрела. Это очень дорого. Прям хоть ремонт за девай. Стеклянные блоки продаются, в том числе и угловые, по евро 75 за штучку. Лучки всякие, крепеж для открытых систем хранения. К нашим подходят, к некоторым. У нас два вида. Один язык и другой не язык. Как эта штука называется? Тиски. Коньки, ролики, ласты. Спортивный отдел, короче. Я по делам ездила в Хоффдорб, в том числе, заодно заехала к моей подруге Зарине. Блин, я это говорила уже, да? Что-то у меня вообще какие-то провалы в памяти. Короче, я заехала к своей подруге Зарине, и она мне помогла сделать Кире пододеяльник нужного размера. Это все продолжение той самой истории про то, что Кира очень любит постельное белье из Акии в серое сердечко. Это постельное белье. Я его видела в разных странах, в разных местах. В принципе, оно есть теоретически в размере 2 на 2 метра, чтобы пододеяльник был. Но в Нидерландах его нету. И в тех местах, где я бываю, откуда я могу легко привезти, тоже, в общем, либо я там не попадаю в Акии, либо у меня только ручная кладь и не вылезает. И, короче говоря, в итоге я там скомпоновала из нескольких комплектов, что-то намудрила. Мне помогла с тем, чтобы прошить моя подруга Зарина. И сейчас у меня будет дело дома. Мне надо там будет по кругу поменять всякие одеяла, как-то их скомпоновать. У нас часть одеял в формате лета-зима, вернее, которые на 4 сезона. Соответственно, когда холодно, надо два одеяла одновременно засовывать в пододеяльник. У нас, кажется, одно вот такое, 4 сезона. И часть одеял мы просто сами, ну, как бы ты покупаешь несколько более тонких, и летом используешь одно тонкое, а когда холодно, вставляешь несколько их в пододеяльники. И вот у Киры до этого был неправильный размер пододеяльник. И у нее было одеяло ее, ну, в общем, там подвернутое, подшило так, чтобы оно по размеру подходило. Вот сейчас надо это все расшить, распороть. Эвану тоже надо более теплое одеяло сделать, ну, в общем, добавить еще один слой. Наверное, Эвану перейдет то одеяло, которое сейчас у нас. Короче, у нас там по кругу все эти одеяла мигрируют, потому что то кому-то надо, какие-то гости приезжают, кто-то у нас останавливается. В общем, у нас, я уже говорила, постоялый двор у Менда, проходной двор у Менда, как угодно. Сейчас хочу заняться, потому что у нас похолодало. И я сама прям чувствую, что хочется потеплее одеялка. Я верну нам наше из пуха пера. То, которое у нас сейчас пойдет Эвану, плюс еще один слой. То, которое сейчас у Эвана, наверное, добавится к тому, которое сейчас у Киры как-то так. А у Эвана, у Гордея, так, очень теплое одеяло. Я у него несколько раз спросила, не надо ли ему еще дополнительный слой. У него все хорошо. Вот. Но вообще так-то у нас еще, у Киры есть еще шерстяной плед. У нас такой есть общедомашний шерстяной плед. Ну, если уж совсем кто-то умирает, я не знаю, что-то невероятное случилось и суперхолодно. А у нас еще есть два спальника. В общем, не замерзнем. Но надо потратить сейчас время на то, чтобы все это скомпоновать. Так, это у меня тут всякие обрезки. И еще обрезки. И вот, собственно, сам новенький пододеяльник. Новенький, не новенький. Ну вот, у Киры вот так вот было подвернуто и подшито одеяло под меньший размер. Сейчас его надо распороть. И еще одно одеялко вложить ей. Субтитры сделал DimaTorzok Разве это несчастье? Все одеяло у нас, как и раньше, теперь одного размера, два на два метра. Все пододеяльники тоже два на два метра. Ура! Конкретно этот, он немножко несимметричный. То есть тут с одной стороны как бы вырез начинается вот на таком расстоянии. Дырка, через которую засовываю тело с другой стороны. Вот на таком. Это совершенно не важно. Это совершенно не видно. Главное, что теперь все удобно. Не надо думать, какой стороной засунуть одеяло. Получилось очень прям такое объемненькое, тепленькое. И, кстати, на мне многострадальная футболка, которую я в репет в репетии заливаю хлором. Ну, не знаю, как так. Слегка безумно выглядит. Но мне нравится. Ну, вот. Так вот получилось. Класс. На лучшую тоже часто надела. Красота. Не знаю, видно или нет, но у Эвана сейчас прям тоненькая такая одеялка. Так, еще. Сейчас я ему хочу убрать шорты и положить джинсы. У него в какой-то момент, я поняла, что у него реально две пары джинсов. Я не успеваю их стирать. Ну, в любом случае, он подрос. В общем, я достала ему одни джинсы, которые еще Кирины были. И купила еще две пары. В общем, теперь должно быть нормально. Вообще, Эван такой мальчик, не маленький. Кира вообще, конечно, очень худенькая, особенно для своего роста. А Эван такой, скорее, в теле. Ну, то есть, у него совершенно точно нет никакого ни оживения, ни супер лишнего веса, но он такой покрупнее немножко. Покрупнее именно в плане веса, потому что Кира-то очень высокая. В каком-то смысле она тоже крупная. Но, по крайней мере, сейчас она очень-очень худая. И вот, собственно, к чему я все это... Потому что Эвану далеко не все джинсы подходят. Ему нужны такие, типа, какие-нибудь луз-фит, какие-нибудь, типа, это самое, пошире. Потому что иначе он просто не влезает в ширину. Блин, не нормально, а в ширину не влезает. Это вот я в H&M заказала, обошла вообще все секунды. Что-то уже какой-то кошмар. Таких вот мальчиков в возрасте лет 10 просто ничего нету. Ну, футболки есть, конечно, но футболок у нас и так хватает. В том числе и с Лекон, да. Вот с джинсами проблема, поэтому заказала. Рукой все неудобно. Так, значит, с этим я закончила. Теперь переключаюсь на Диала Эвана. Кири, кстати, не прихватила, как я раньше по углам делала, одеяло к одеялу. А прям по периметру прошила, так точно ничего не будет расползаться, выползать из углов. Часть одеял, мне кажется, даже большая. У нас еще из России с нами приехали. То есть им уже лет по 10. Одно одеяло у нас новое, мы купили два года назад. Это то, под которым мы спим. Но дети у меня не хотят спать под перевыми одеялами, говорят, что не шуршат. А там мне, наоборот, так нравится, как в хорошей гостинице. Ну, у меня, по крайней мере, такая ассоциация. Такое, знаете, слегка даже не шуршает, а похрустывает немножко, как будто там такая более толстая внешняя блочка одеяла. Вот, я закончила только что шить еще одно одеяло. Ну, в принципе, это надо делать раз в полгода, ну, вот в таком формате, как у нас. Ну, либо просто покупать вот эти Four Seasons, а не на кнопках. То есть там именно одеяло можно друг с другом состегивать. У нас одно такое одеяло есть, и мы его как раз не используем вот в таком формате, потому что если там... Там одно потолще, другое потоньше. Если их вместе состегнуть, просто вообще супертолстые получается. Ну, у нас не настолько холодно, и плюс, ну, просто спать неудобно под таким толстым. Вот, поэтому мы как-то в итоге все по-другому комбинируем. И раз в полгода, да, я вот как-нибудь перекомбинирую, перескладываю, пересобираю постельное белье, одеяло. Все, что-то я устала, честно говоря. То есть, получается, если по периметру шить, а не просто там углы прихватывать, то это 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Это, получается, 8 метров на каждое одеяло. То есть, я только что руками прошла 16 метров. Понятно, что это не какие-то там супермаленькие стежочки, я такими крупными стежками делаю. Но все равно 16 метров. Ужас. Вот, все, отключаюсь.